Всем привет, друзья! С вами Дима Ванпойнт, и сегодня мы играем в Forza Motorsport 7. Будем тестировать какие-нибудь тачки из Форсажа. Вначале я бы хотел вам показать то, что... Чем мне нравится Forza? С каждой пройденной игрой... Ну, правда, я не все Forza прошел прям от корки до корки, но, тем не менее, в каждой новой игре меня награждают за то, что я играл в предыдущие. И за все это время я прошел, ну, поиграл, по крайней мере, во все Forza Motorsport, во все Horizon, и за это мне дали вот в этой Forza Motorsport 7 девятый ранг, ветеран Forza. За это мне подарили различные костюмы, модификации и много всяких приятных мелочей. Вот, например, тут есть Forza Motorsport 3 костюм, и тут вот написано, этот костюм выпущен в честь Forza Motorsport 3, вышедший в 2009 году. Есть костюм Forza Motorsport 4, есть костюм Forza Horizon, есть Forza Motorsport 5, Forza Horizon 2, Forza Motorsport 6, Forza Horizon 3, Forza Motorsport 7. Блин, это очень круто и очень приятно, это костюмы за все Forza, в которые я играл. Это классно, это классно. Ну что же, можно, наверное, как раз поменять костюмчик. Давайте посмотрим, как они выглядят. Так, этот костюм у нас Forza Motorsport 3. Блин, прикольный, мне нравится. Наверное, я его одену, потому что мои приключения в Forza начались как раз именно с Forza Motorsport 3, потому что эта игра у меня была в комплекте, когда я покупал Xbox 360. Ох ты, блин, а Horizon тоже очень прикольный. Смотрите, там Dodge Viper, который был на обложке Horizon 1. Блин, классно. Вот эти шкурки водителя, это вот прям вот новшество, которое я ждал. Это реально круто. Пускай это немножко по-бавски, типа игру в Sims какой-то превращают. Ну не, мне нравится, мне реально нравится. Смотрите, Forza Horizon 2, там у нас видно Lamborghini Huracan. Так, а Horizon 3, там у нас видно Чентенарио. И сама куртка такая, смотрите, более стала, ну не пафосная, какая-то такая блестящая, прикольная. Так, тут у нас, ну это Кримхана, понятно. Так, и это у нас AlumiCraft, которую мы недавно выиграли. Так, ну как я сказал, давайте, наверное, я возьму Forza Motorsport 3. Блин, мне нравится вообще. Ай, красота какая. Так, берем. Окей, идем в одиночную игру. Так, машины и в мой гараж заходим. Там у меня должны находиться тачки из Forza. Итак, вот есть у нас Fast and Furious E-Guar F-Type R. Но его, наверное, мы не будем проверять, потому что смысла в этом нет. Есть Rally Fighter. Есть Mazda Super 20, но вы все помните. Есть Mercedes-AMG Ghibli S, Fast and Furious Edition. Ghibli, странное название немножко для Мерседеса, окей. Есть GTR, Black Edition, Forza Edition. Что он, что он дает? Так, а он дает плюс 50% кредитов и плюс 10 тысяч кредитов в Судзуке. Охренеть. То есть они реально что-то дают, эти автомобили. Прям как Forza Horizon 3. Это странно. RamRunner, что он дает? Плюс 30% кредитов и 7500 опыта на испытательной трассе аэродроме. Ни хрена себе. Интересненько, интересненько. Так, Ford Dodge. Dodge у нас вот есть вот такие. Demon. Fast and Furious Edition. В классе А он находится. Состав шин по Дрэк. Ага. И вот тут у нас есть Charger. Fast and Furious Edition. О боже, что у него там сзади находится? Так, берем этот автомобиль. Здесь есть машина. И давайте погнали в Forza Vista. Посмотрим, что у него тут есть. Охренеть. Тачки из последнего Форсажа. Они ее тут полностью детализировали. Сделали вот это вот сзади. Охренеть. Что это такое? О боже мой. Тут просто какой-то ракетный двигатель находится. И я чувствую то, что вот из этой турбины будет прям пламя идти. Я вот прям чувствую. Будет все так. Да. Охренеть. Так, двери у нас открываются. Капот, естественно, не открывается. Так, что можно сделать? Что можно сделать? Больше ничего не открывается. Но давайте сядем внутрь. Посмотрим. И послушаем самое главное, как он звучит. Ну-ка. Охренеть. Вот это звук. Жесть какая. Офигеть. Вот это моща, а? Вот это моща. Капец. Вообще капец. Мне больше всего хочется интересного узнать информацию про вот эту вот дополнительную тут целую приборную панель. Вы посмотрите. Металлическую. В металлическом корпусе. Охренеть. Просто охренеть. Ну-ка. Что будет у нас тут сказано про нее? Если что-то вообще будет сказано, они покажут ее просто в красивых ракурсах. Походу просто нам показывает машину в красивых ракурсах. Ну, камон, камон, камон. Раньше в частях Forza Motorsport нам Джереми Кларксон своим красивым томным голосом рассказывал об особенностях автомобилей. А тут что-то, ну, как-то ничего не происходит. Что-то как-то не очень. Ну, ладно. Ну, посмотрели мы тут. Ну, информацию нам никакую не дали. Печаль, чё? Печаль. Так, ну что же. Давайте выйдем уже из этого режима. Из Forza Vista. И пойдем в тюнинг. Так. И в тюнинге у нас тут есть... Применить умалагацию? Что? Это что такое? Установить детали для умалагации. Установить серийные детали. Умалагация вручную. Что за умалагация? Что это такое? Может быть, я какой-то, ну, совсем тупой. Я не знаю этого слова. Но я реально не понимаю. Вот есть мастерская модернизация. Есть тюнинг. Вот мой тюнинг. Получит тюнинг. Есть еще тюнинг такой. Ну, это ползунки, да, насколько я понимаю? Да, это ползунки. Да, больше не показывать. Выйти отсюда. Мастерская модернизация. Ага, вот она. Она у нас выглядит теперь вот так. Ага, хорошо. Что за умалагация, блин? Ну, давайте установить деталь для амалагации. Ваша машина уже оптимизирована для этой категории. Че? Че? Ну, ладно. Пойдем сюда. Давайте посмотрим, что можно сделать. Мне больше всего... Конверсия! Что? Что с вами не так? Почему нельзя было написать свап? Это было бы понятней. Конверсия! Какого хрена конверсия? Это не конверсия, это дерьмо какое-то. Че? Че? Ладно, все, успокоились. Бывает, бывает. Замена двигателя, замена трансмиссии, замена системы подачи воздуха. Окей. Так, че у нас тут можно? V8 Racing! А ничего, не V8 стоит? Я думал, у него V8. Окей. Он, кстати, на полном приводе тачка. Так, серийная трансмиссия. Можно на задний привод захерачить. Система подачи воздуха. Двойные турбонагнетатели. Давайте у него... Хотя, не, не будем у него что-то ставить. Мне интересно, как машина в стоке себя ведет. Ну, все остальное понятно. Прокачка двигателей. Быстрая амологация! Значит, это быстрая модернизация, оказывается. Вот, тут написано. Амологация, набор ограничений, которым должен соответствовать все машины определенной категории, чтобы гонка велась на равных. Ага. В зависимости от конфигурации машины, будет выглядеть модернизация, которая приведет машину в соответствии с требованиями. Вы хотите автоматически амологировать? Окей. Амологируется он? Нет. Блин, это забавно. Ладно, короче. Амологировали. Амологировали. Черт, это смешное слово. Блин, ребят, можете считать меня тупым, но это реально смешное слово. Это реально смешное слово. Окей. Так, идем в одиночную. Свободная игра. Давайте посмотрим какие-нибудь трассы у нас интересные. Что у нас есть? Передовые ящики. Тут Дубай нам предлагают. Не хочу Дубай. Машина у нас выбрана. Настройки гонки потом. Помощь. А я не понял, в параметрах что ли идти? Нет. Настройка гонки значит все-таки. Так, хорошо. Выбираем трассу. Окружение Дубай. Окружение Спейдвей. Вирджиния. Так, мне хочется какую-нибудь тестовую трассу. Надеюсь, они ее не убрали. Надеюсь. Надеюсь, все на месте. Так, гоночная трасса Номов. Так, вот. Спитать на трассе Аэродром есть. Трасса Мерик. И все? И все? Так, есть еще показать трассу сценарий. Используем это окружение. Так, 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 так. А где у нас там была? Вот она, Аэродром. И всего один сценарий. Эх, печально. Блин, что вы как-то порезано все? Ну ладно, окей. Три круга пусть будет. Соперников чуть-чуть поменьше поставим. Может быть, вообще даже не будем их ставить. Мне просто интересно проехаться на этом автомобиле. И посмотреть категорию машин форсажа. Вот это прикольный, кстати. Сценарий трассы день. А, и все? И так вот. Кольцевая А. Не будем мы это ничего делать. Выбираем все-таки ноль тогда наших соперников. Расширенные правила. Понятно. Ограничения машины. Это все ясно. Это все ясно. Принять. Так. Ага. Ага. Что у нас еще есть интересного? Все. Да, больше ничего интересного нет. Блин, жалко, что только день можно выбрать. Это не очень прикольно. Так, ладно. Выходим. Ну и давайте погнали в гонку. Перейти в гонки. Что у нас там? По нимфикациям новая появилась. Потому что мы же там выиграли призы. Купить. А у меня есть. У меня же есть. Там. Бесплатные эти же. Ящики бесплатные же есть. Где они? Счастливый ящик с машиной. Новый. Новый, новый, новый. А где бесплатные? Иу. А, вот. Вот бесплатные. Открыть. Нет, не то нажал. Вот сюда вот. Открыть. И восемь ящиков у меня есть. Давайте пока пооткрываем ящики. Что делать? Какие-то модификации будут давать? Крупные ставки. Лучше награды за гонки. Держись на линии. Так, ночная гонка. Понятно. Ну ладно, принимаем. Что еще? Еще есть. Давайте еще откроем. Посмотрим, сколько модификаций нам сейчас нададут. Так, АБ исключено. Прогресс. Обычная. Строго по линии. Ну понятно. Все это дается как бы не... В общем, как задание. Как некие челленджи. Такие особо неких улучшений мы не видим. Не открытые ящики. А можно прямо открыть все ящики? Нет, все ящики сразу открыты. Не лан, поэтому выходим. Да, выходим, выходим. Там уже гонка должна начаться. Все, выходим. Уже должна загрузиться. Еее. Загрузилась. Супер. Ну что ж, сейчас погоняем между самолетами и ящиками. Как раз это должно быть идеально для этого автомобиля. Только нам сейчас с помощью нужно ручную коробочку включить. Так, а у меня там модификации на что стоят? На VIP-награды. Ну и пусть стоят. Тогда идем в настройки. И-и-и помощь. Так. Так, и тут мы все делаем вот так. Перемотка устается. Вот упрощенное трение. Вот этот вот помощник, он прямо реально помогает. Реально помогает. Машина меньше скользит. Так, ну все, стартуем. Так, старт у нас с хода идет. Хорошо. Трасса не совсем дрифтовая, но мне просто интересно, что будет с этим автомобилем. Когда мы его будем пытаться поставить боком. Все-таки это полный привод. Давай. Ну не-не-не, видимо надо было все-таки две турбины на него впихнуть. Чтобы у нас крутящий момент был более резкий. Потому что вот, я сейчас бачком его закидываю. А он такой типа, не-не-не-не-не-не, у меня полный привод, иди нафиг ты че. Что ты за дрифтер такой, который ездит на полном приводе? Так. Так. Ох ты ж, блин. Блин, ну машина такая, она довольно управляемая. Я бы не сказал, что это что-то такое лютое, прям для дрифта. Ну да, конечно, по льду это будет все ехать боком. Да и сейчас вроде едет боком. Ну на первой передаче, ну что-то как-то прям на тазу. Так. Не будем сильно разгоняться, тут трасса такая. Ну вот как-то так мы бачком здесь доваливаемся. Давайте посильнее ручничок нажмем. Немножечко корректировочка ручником была, и пришлось переключиться на первую передачу. Слушайте, машина очень плавно себя ведет. Никаких резких рывков нету. Прямо у домника все. Давайте от первого лица посмотрим, как все сейчас будет в таком освещении гонки. Ну вот не работает экран, как всегда. Вот почему-то извечная проблема у всех форс. Экран на машинах отказывается работать. Так, ну вот гасится, гасится она. Тут явно нужно ее свапнуть на задний привод. Ну и конечно же турбинки все понакрутить. Тогда уже это будет что-то более такое дрифтерское. Пока что вот я бью по ручнику, и машина прям очень хорошо управляется. Без всяких резких рывков, без ничего. Так. А на ходу-то мы ее тинговать, по-моему, не можем, да? Насколько я понимаю. Режим фото, параметры, помощь, параметры, если... Да, на ходу мы ее, конечно, не можем тинговать. Но, впрочем, может мы можем покинуть гонку? Если покинуть гонку, то что будет? Там же вроде был у нас тюнинг. Коллекция, модификация, настройка. Настройка гонки. Вот, тюнинг и модернизация. Во! Щикардос! Мы прямо во время гонки можем все изменить. И-е-е! Щикарно! Так, значит, замена трансмиссии. Ставим назад. Покупаем с кредиты. Тратим наши денежки, которых пока что не так много. Так, двойные турбонагнетатели. И-е-е! 1800 кредитов. Но это прям, знаете, бомж-закупка такая, я бы сказал. Ну все, мне кажется, у нас... Наш автомобиль нормальный для дрифта готов. Теперь мы его немножко поднастраиваем. Так, развал. Здесь ставим на ноль тогда. Передний кастер. Давайте чуть-чуть повыше сделаем. Пружины. Вот 100 кузова. Не, он у нас будет заниженный. Заниженный, чтобы все было жестко. Так, амортизация, аэродинамика, ля-ля-ля, дифференциал. Мы не можем... А, нет, все, мы можем заблокировать дифференциал. Вот, замедление мы не можем ничего сделать. Ну ладно. Применяем текущую настройку. Выходим. Все, применили. Теперь наша машина будет ехать хорошо. Слушайте, мы даже можем другую тачку во время гонки выбрать. Блин, боже мой, какой кайф. Наконец-то я теперь могу не выходить из гонки и спокойно все менять и делать. Ребята, это просто замечательно. Блин, мне эта игра с каждым разом нравится все больше и больше. О-о-о-о, теперь чувствуется, что машина стала быстрее. Ставимся боком. Ох ты ж, блин. Охренеть, мать вашу. Вот это да. Вот это мы едем. Вот это охренеть. Вы посмотрите, по какой длинной траектории она едет. И как ее боком несет. А, не зацепить бы ничего. Блин, охренеть. Охренеть, парни. И девушки. Так, ох ты ж. О-о-о-о. Мне это нравится. Ох ты ж, мне это как все нравится. Просто жесть. На ручнике. Главное в стену не въехать. Главное в стену не въехать. Вот блин, нахренеть она валит боком, ребята. Это лучше дрифткар. Это супер форсаж дрифткар. Вот тут вот мы зацепили немножко. О-о-о, давай, 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 родная. Вот тут я, конечно, слишком ее закинул. Слишком, да. Это было слишком. Чересчур. Блин, ну это был бы красивый поворот, если мы сейчас в него бочком бы заехали, а. Это было бы хорошо. Изи-пизи, блин. Вот это я понимаю. Вот это да. Давайте сейчас разгонимся и прям на максимальной скорости поставимся боком. И посмотрим, как этот автомобиль себя покажет. Блин, это круто. У меня не хватает огня. О-о-о-о, нет-нет, в стену летим, в стену летим, в стену летим. Черт, ааа, повредили. Но стоило, конечно, попробовать. Блин, тачка стала просто бешеной. Охренеть. Охренеть, вы только посмотрите. Она, конечно, неуправляемая, потому что нужно получше ее прокачать. Но уже, уже что-то, вы посмотрите, а. Блин, кайф. Просто кайф. Лютый кайф. Зачем ее сделали полноприводной? Я, конечно, понимаю, что там сцена в Форсаже была, где у нас снег, лед и так далее. Поэтому нужен был автомобиль полноприводный. Но на заднем приводе намного интереснее. О-о-о, миллиметраж, а? Просто миллиметраж. Ребят, я думаю, на этом серию можно заканчивать. Вот такая у нас тачка из последней части Форсажа. И вот что с ней можно сделать, если просто свапнуть привод. И поставить две турбины. Блин, прям тачка Кеноблока какая-то, а. Ребята, просто офигеть. В общем, если вам понравилась эта серия, не забывайте подписаться на канал. А также поставить лайкусик. Мне это очень поможет. Вам не сложно, а мне будет дико приятно. Меня зовут Дима Ванпойн. И не забывайте смотреть новые серии прохождения по Форзе Моторспорт 7. Всем огромное спасибо за просмотр. И пока-пока, друзья!